Мои дорогие братья и сестры, сегодня вечером я обращаюсь к смиренным и преданным последователям Иисуса Христа. Видя благость вашей жизни и вашу веру в Спасителя в этой стране и по всему миру, я люблю вас еще больше. Ближе к концу своего служения ученики Иисуса Христа попросили Его сказать им признак Его Второго пришествия и кончины века. Иисус рассказал им об обстоятельствах, которые будут предшествовать Его возвращению. И в заключение заявил, когда вы увидите все сие, знайте, что это время близко, при дверях. На последней генеральной конференции я прислушался к словам президента Генри Айринга. «Каждый из нас, — сказал он, — где бы мы ни находились, знает, что мы живем во все более тяжкие времена. Любой, у кого есть глаза, чтобы видеть знамения времен и уши, чтобы слышать слова пророков, знает, что это истина. Спаситель хвалил Своих учеников. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат. Пусть же это благословение будет в нашем повере того, как мы внимательно слушаем слова Господа, изрекаемые через Его пророков на этой конференции». Господь объяснил, что в последнее время, накануне Его возвращения, доброе семя, которое Он написал как «Сынов Царствия», будет расти вместе с плевелами, или теми, кто не любят Бога и не соблюдает Его заповеди, будут расти вместе то и другое на одном поле. Таким будет наш мир до возвращения Спасителя, в котором с каждой стороны много хорошего и много злого. Возможно, вы еще не воспринимаете себя крепким, зрелым, шиничным колосом. Будьте терпеливы. Господь сказал, что некоторые колоски имеют нежные стебли. Все мы, Его святые последних дней, мы всерьез хотим быть Его истинными учениками, хотя это не единственное наше желание. Мы осознаем, что покуда зла в мире становится все больше, наше духовное выживание, а также духовное выживание наших близких, требует, чтобы мы еще лучше питали и укрепляли корни веры в Иисуса Христа. Апостол Павел наставлял нас укорениться и быть твердыми и в нашей любви к Спасителю, и решимости следовать за Ним. Сегодня и в грядущие дни потребуются более направленные усилия, спасающие от отхода в сторону и беспечности. Несмотря на растущее мирское влияние вокруг нас, нам не следует бояться. Господь не бросит Свой заветный народ. Существует компенсирующая сила духовных даров и божественного руководства для праведных. Однако это дополнительное благословение духовной силы не дается нам на постоянное слове лишь потому, что мы часть этого поколения. Оно приходит по мере того, как мы укрепляем свою веру в Господа Иисуса Христа, соблюдаем Его заповеди, познаем Его и начинаем любить Его. «Сия же есть жизнь вечная, молился Иисус, да знаю Тебя, единого, истинного Бога и посланного Тобой Иисуса Христа». Как нам хорошо известно, иметь веру в Иисуса Христа и быть Его истинным учеником – это больше, чем единовременное решение, это больше, чем единовременное событие. Это священный, непрерывный процесс, растущий, расширяющийся в разные периоды нашей жизни и продолжающийся, пока мы не преклоним колени у ног Христа. Учитывая то, что пшеница растет среди плевелов, как же нам улюблять и укреплять преданность Спасителю в грядущие дни? Вот три соображения. Во-первых, мы можем глубже погрузиться в жизнь Иисуса Христа, Его учение, Его величие, Его силу и Его искупительную жертву. Спаситель сказал, «В каждой мысли обращайтесь ко Мне». Апостол Иоанн напоминает, будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Ощущая Его любовь, мы любим Его еще сильнее, и, что весьма естественно, лучше следуем Его примеру. Каждый, кто проявлял заботу и любовь о нуждающихся. С каждым праведным движением в Его сторону мы видим Его все яснее. Мы восхищаемся им и скромно стараемся подражать Ему. Следующее. Если мы знаем и любим Спасителя, мы еще больше желаем обещать Ему свою верность и доверие. Мы заключаем заветы с Ним. Мы даем первое обещание о Прекрещении, подтверждаем эти и другие обещания, ежедневно каясь, прося прощений и с нетерпением ожидая принятия причастия каждую неделю. Мы заявляем о том, что будем всегда помнить Его и соблюдать заповеди Его. Когда мы готовы, то принимаем таинства и заветы храма. Ощущая влияние вечности в наши священные, тихие моменты в Доме Господа, мы с радостью заключаем заветы с Богом и укрепляем свою решимость их соблюдать. Заключение и соблюдение заветов позволяют любви Спасителя глубже проникнуть в наше сердце. В журнале Леохона за этот месяц президент Нельсон написал, «Наши заветы помогут нам становиться все ближе и ближе к Нему. Бог не забудет свои отношения с теми, кто сформировал с Ним такую связь». Понимаем ли мы, почему Господь и президент Нельсон сказал этим утром, что наша вера укрепляет нас противостоять искушению. Понимаем ли мы, почему Господь мог указать Своему пророку приблизить святые храмы к нам и позволить нам чаще бывать в его домах? Входя в храм, мы освобождаемся на время от повсеместного мирского влияния, узнавая о цели жизни и вечных дарах, предложенных нам благодаря Спасителю Иисусу Христу. И, наконец, третья мысль. В этой священной задаче мы всем сердцем ценим, защищаем, отстаиваем и бережем дар Святого Духа. Мы помним пророческое предостережение президента Нельсона. это будет невозможно выжить духовно без наставления и направления Святого Духа. Это дух, это бесценный дар. Мы приглашаем все силы для защиты всей своей поседневной жизни, чтобы влияние Святого Духа оставалось с нами. Мы свет миру. И когда это необходимо, с готовностью принимаем решение отличаться от других. Президент Окс недавно спросил молодых взрослых, не состоящих в браке, хватает ли у вас смелости отличаться от других? Особенно важны те решения, которые вы принимаете в своей личной жизни. Идете ли вы вперед, противостоя миру? В недавней публикации в социальных сетях я попросил соратников по ученичеству поделиться теми решениями, принятие которых потребовало от них быть отличными от мира. Я получил сотни ответов. Вот лишь некоторые из них. Аманда. Я работаю медсестрой в местной тюрьме. Я стараюсь заботиться о заключенных так, как это делал бы Христос. Рейчел. Я оперная певица и часто считается, само собой, разумеющимся, что должна надеть то, что дадут, не придавая значения скромности. Поскольку я обличена, то сказала продюсерам, что наряды должны быть скромными. Они были недовольны, но внесли изменения. Я бы не отказалась от покоя, который приходит от постоянного свидетельствования о Христе. Крис, я нахожусь в процессе реабилитации от алкоголизма, но я достойный посещения храма член церкви. Я не держу в секрете свою зависимость в прошлом и обретение свидетельства об искуплении Иисуса Христа. Лорен, как-то в старших классах мы с надоклассниками писали сценку. Ребята хотели, чтобы мой тихий, сдержанный персонаж внезапно разразился ненормативной лексикой. Они продолжали давить на меня, но я отказалась и настояла на своем. Адам, многие не верят мне, когда я говорю, что соблюдаю закон целомудрия и воздерживаюсь от просмотра порнографии. Они не понимают преимущества радости и покоя разума, который это дает мне. Элла, мой отец, член ЛГБТ, ТИКИ, сообщества. Я всегда стараюсь принимать во внимание чувства других людей, выступая свидетелем Христа и оставаясь преданным тому, во что я верю. Эндрейд, я решил продолжать ходить в церковь, когда моя семья решила больше не делать этого. Шерри, мы были на мероприятии в особняке губернатора. Начали разносить шампанское, чтобы поднять тост. Я настоял на воде, хотя официант сказал, что это будет выглядеть оскорбительно. Произнесли тост за губернатора, и я высоко подняла свой стакан с водой. Губернатор не обиделся. Президент Нельсон сказал, да, вы живете в мире, однако ваши нравственные нормы должны разительно отличаться от норм этого мира, чтобы вы могли избежать его греховности. Анастасия, молодая мать из Украины, находилась в роддоме после рождения сына, когда в феврале этого года начался обстрел Киева. Медсестра открыла дверь в палату и сказала, возьмите ребенка, заверните в одеяло и срочно бегите в коридор. Позднее Анастасия поделилась, я никогда не представляла, что мой первый день материнства будет таким трудным, но я сосредотачиваюсь на благословениях и чудесах, которые видела. Прямо сейчас может казаться невозможным когда-то простить тех, кто причинил столько разрушений и боли, но как у ученицы Христа, у меня есть вера в то, что я смогу простить. Не знаю всего, что будет, но знаю, что соблюдение завета позволит Духу быть с нами постоянно и позволит нам ощущать радость и надежду даже в трудные времена. Мои братья и сестры, мы благословлены получить любовь нашего Спасителя Иисуса Христа. Я знаю, что Он жив, что Он руководит нашей работой. Я не имею всех слов, чтобы выразить мою любовь к Нему. Мы все дети заветы, разбросанные по всей земле среди народов и культур разных континентов. И исчисляем и ожидаем славного возвращения нашего Господа и Спасителя. Сияя словно свет для окружающих, мы постоянно формируем свои желания, мысли, выбор и действия. Всем сердцем стремясь знать и любить Спасителя, мы отделяемся от мира посредством заветов с Богом, являясь яркими, необычными и особенными, почитая Его самого и Его учения, не изолируя себя от других людей, которые верят в иное. Быть пшеницей среди плевелов это полное чудес приключения, порой чреватое сердечной болью, но всегда успокаиваемое взрослением и креплением нашей веры. Если вы будете позволять своей любви к Спасителю и Его любви к вам глубоко проникать в ваше сердце, я обещаю вам больше уверенности, покоя и радости при столкновении с жизненными трудностями. Спаситель обещал. Я соберу народ мой согласно притче о пшенице и плевелах. Да, во пшенице была сохранена в житнице, чтобы иметь жизнь вечную и быть увенчанной славой целестилиальной. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Продолжение следует... Продолжение следует...